Добрый вечер, в эфире телеканала Астана, программа «Статус-Кво». И сегодня у меня в гостях председатель комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Нурлан Утешев. Добрый вечер. Здравствуй. Нурлан, я поздравляю тебя с тем, что теперь в твоей должности нет приставки ИО, и ты стал настоящим председателем комитета по делам молодежи. Ну, для себя я как бы в момент прихода в Министерство образования, я на тот момент осознал, что я стал председателем. Здесь более такие процедурные моменты, они несколько затянулись, согласен, но в этом отчасти виноват и я. Несколько затянулись, смотри, начали тебя в августе, а приставка ИО исчезла буквально вот недавно, сейчас на дворе уже март заканчивается. Ну, нужно было мне самому сдавать, наверное, пораньше экзамены, нужно было мне самому вовремя там сдавать кое-какие документы, которые я прям в последний момент впритык сдавал. Ну, для себя я не ставил это в приоритет, потому что у меня задачи другие несколько стоят. Ты готов был к этой должности? Ну, вообще, в Министерстве образования и науки я уже не первый раз захожу. Я с 2005 по 2008 год работал директором департамента молодежной политики. После этого, проработав, ну, я считаю, тоже достаточное количество времени в молодежном крыле Жасутан, поступило такое предложение, я решил, что есть необходимость поработать. Ну, причем я знаю, что было две кандидатуры, твоя кандидатура и кандидатура Баха Цездыковой. Ну, на самом деле, там было намного больше, мне кажется, кандидатур, тем более на такую, ну, я считаю, очень важную позицию, как вновь созданный комитет. Ты уже больше 10 лет занимаешься молодежной политикой. Да. Ну, тебе не надоело, потому что я знаю, что в этом году тебе исполнилось 36 лет. Ну, как может надоесть то, чем ты любишь заниматься, чем ты хочешь заниматься? Есть элементы, наверное, такого неудобства, да, в части того, что, ну, какие-то моральные там вещи в части того, что нужно уступать место, да. Ну, в этом плане я тоже, как бы, для себя поставил цель, что я не держусь. То есть, если есть хорошие люди, которые готовы заменить, то в любое время я готов. Ну, ты сам готов заниматься уже не молодежной политикой, а такой, скажем, взрослой политикой, да, то есть государственной политикой. Я знаю, что в 2004 году ты баллотировался в парламент. Да, правильно, да. То есть, желание быть депутатом, по сути, у тебя есть, тем более, что ты баллотировался тогда, по-моему... По Бостон-Дыкскому району, я сейчас не вспомню. То есть, ты был самовыженцем, да? Да, да. То есть, по сути, у тебя было желание в 2004 году стать депутатом Можилиса парламента? Это были такие амбиции на тот момент больше, наверное, мы получили опыта, да, которые смогли в какой-то части применить в последующем. Получили очень много хороших контактов. Получили возможность вообще проецировать свою работу на будущее, да. Ну, я думаю, что для всех тех, кто принимает участие в общественно-политической деятельности, в общественной деятельности, рано или поздно встает вопрос о том, что нужно добиваться защиты интересов, продвижения интересов той группы, которую ты представляешь, на каком-то уровне уже представительском, да? Ну, а куда делись амбиции стать депутатом? Амбиции стать депутатом после ближайшего рассмотрения, как бы, никуда не делись. Они находятся так же, но просто помимо амбиций, ты еще понимаешь, с возрастом это приходит намного все, как бы, глубже. Понимание того, насколько это ответственно, да, насколько это, ну, скажем, что ты принесешь туда такого хорошего, большого, да, что сможет именно по той части, в которой ты занимался, работал, скажем, каким-то образом помочь людям. А насколько наши депутаты понимают молодежь? Ну... Вот как ты считаешь? Вот из общения с депутатами я вижу, что очень глубоко понимают те процессы, которые происходят в молодежи. А я так не думаю. Очень, очень, ну, я считаю, что очень глубоко понимают, видят. А мне кажется, вот последняя ситуация, да, с карагандинскими студентами очень ярко показала, как вообще наши депутаты и чиновники от Министерства образования относятся к нашей молодежи, да? Как сказал ваш министр, если мы не будем совершать ошибок в молодости, когда мы их будем совершать? Но он это сказал спустя какое-то время, когда после того, как Бахет Суздыкова станцевала в этот Харлем Шейк в поддержку, да, этих студентов. То есть на тот момент, когда ребят отчислили, то есть не было никого и даже тебя, кто сказал бы, что я встаю на защиту этих ребят. Почему ты молчал в этот момент? Я не молчал, я сразу же дал оценку. И моя оценка, ну, на сегодняшний день, она, в принципе, созвучна той оценке, которая была сделана и министром в том числе. А оценка заключалась в том, что молодые люди, каждый, независимо даже, молодой, немолодой человек, он должен нести ответственность за то, что он совершает. Если бы эти молодые люди, ну, во всяком случае, сделали что-то, скажем, такое, что нашло бы большую, широкую поддержку, да, я думаю, там бы, наверное, и ректор, и дисциплинарный совет, наверное, по-другому бы рассмотрели. Ну, даже посмотреть под теми же видео, которые сделали эти ребята, основной, скажем, посыл комментаторов, которые комментировали эти вещи, они говорят о том, что, ну, ребят, надо было думать, надо было что-то сделать полезное, да. Мне больше понравился Гарлем Шейк, не Бахыт, а Гарлем Шейк, который сделали ребята вузеры. Ты видела? Нет, не видела. Вот надо набрать в Ютьюбе ответ вузеров и посмотреть этот Гарлем Шейк. Я просто вчера полдня катался. А что там было? Это не когда они выгнали его и сказали? Не мешай нам работать, да? А, я видела это. Видела, да. То есть, для меня, например, да, понимание того, что... Ну, Луан, зная тебя хорошо и зная твое чувство юмора, я думаю, что когда ты впервые увидел ролик, да, карагандинских студентов, я не думаю, что это привело тебя в шок. Нет. Что ты сидел и переживал за столы, на которых они танцуют. Нет, шок. Это, конечно... За тот фон, на котором они танцевали. Да, конечно же. Я лично, я об этом уже сказал несколько раз. Будучи проректором по воспитательной работе, если бы передо мной встала подобная задача, я бы все-таки попросил студенчество само высказать оценку, после этого уже вывести на дисциплинарный свет. У меня были подобные случаи, да. У меня были, там, драки, там, прямо на дискотеке, в день борьбы со спидом, когда, там, несколько ребят, там, начинали драку, которая перерастала, там, ну, там, в реальное, там, массовое сражение, да. Но, там, одному, там, по голове очень сильно ударили, у другому, там, нос разбили, да. Ну, здесь же нет пострадавших, Нурлан. Здесь же нет пострадавших. Кто здесь, вот, в данной ситуации, кто пострадал? Здесь пострадали сами ребята, потому что они, в первую очередь, не соизмерили ту ответственность, а, скажем, КарГТУ, это очень такой, ну, я скажу, классический вуз. Там, наряду, скажем, с теми новейшими технологиями, да, они, там, интерактивные, там, аудитории создали и так далее. Там очень жесткая дисциплина. И сами ребята, которые обучались, они обучались, насколько я помню, на факультете, связанном с военной техникой. И здесь, конечно же, ну, по моему мнению, человек, во-первых, там наказали не все 11 человек, да, или 12 человек, сколько там было. Наказали тех, кто залез на стол. Да, да. Только тех, кто залез на стол. Ну, я считаю, что это очень хороший воспитательный эффект. Сами ребята, если посмотреть на них, они эти вещи тоже остро поняли. Ты согласен с тем, что если бы министр не вступился бы за этих ребят, что вот их как очислили, так и очислили бы? Да, в этом да. Я думаю, что то, что министр лично принял участие, естественно, это очень, ну, скажем так, пресекло, полностью исчерпало конфликт, скажем так, да. Но то, что, скажем, Бахыт танцевала там с 20 активистами, то, что там кто-то собирал какие-то подписи мифические, да, ну, я считаю, что это никакого особого такого эффекта, мне кажется, не дало. А мне кажется, дало, потому что сам эффект, понимаешь, когда информация вышла, я помню твой твит, ссылка на этот ролик, да, где карагандинские студенты начинают танцевать. Я как раз посмотрела, и после этого я написала о том, что я, например, в этом ничего страшного не вижу, да. После этого Бахыт предложила станцевать в поддержку этих студентов. Ты знаешь, если бы вот этот ком не нарастал, вот если бы не твой первый твит, потом, если бы я не увидела, там Бахыт, да, присоединилась. То есть, если бы не было общественного резонанса, то, может быть, да, на эту ситуацию никто бы не обратил внимания, как не обратили внимания студенты караганды, да, сейчас весь мир танцует Харлем Шейк, да, то есть это просто модно. Сколько человек увольняют и отправляют, там, сокращают и так далее. Ну, ты понимаешь, что в нашей стране, то есть это же хорошо, с одной стороны, да, что когда какое-то событие обрастает общественным резонансом, да, то есть превращается в общественный резонанс, тогда наши министры начинают поворачиваться и что-то комментировать, принимать какие-то решения. Да, вообще... И ты говоришь, что после этого, что Танис Бахыт не сыграл никакой роли? Ну, если тебе угодно, он сыграл решающую роль в этом. Ну, мое мнение, он не возымел того действия, которое должно было быть по итогу. А что, а что повлияло на министра? Я думаю, в целом, как бы, рассмотрение всей этой ситуации. Но ты лично говорил с ним на эту тему? Я докладывал, не лично. Что значит докладывал? Ну, готовил информацию, вносил. То есть это было на следующий день после этого танца? Ну, это прям день в день было, кажется, насколько я помню. Либо на следующий день. После, не после танца, после того, как... Их отчислили. Ребята, да, отчислили. Ну, ты же вот председатель комитета по делам молодежи, да? То есть это же как раз вот твое поле деятельности, да? То есть, по сути, ты, мне кажется, должен был первым поехать там, танцевать или не танцевать, разбираться. То есть это же молодежь. И как сказал... Мы сразу же направили туда нашего начальника управления по вопросам молодежной политики. Мирас Куттабай туда приехал. И он, кстати, был за них, по-моему. Он, да, он тоже довел до Акима, как полагается, как бы полностью все. Там не последнюю роль, наверное, сыграло и то, что один из ребят, ну, скажем так, в социально уязвимой группе находится. То есть он, получается, мать у него медицинский работник, там, получает, ну, минимальную какую-то зарплату. То, что он учится на гранте, это в какой-то мере, скажем, помогало семье. И в этом плане, я думаю, что со стороны министра образования было, ну, мудрое решение принято. Мудрое решение, и мне кажется, что министр больше других понял, что на самом деле, что это просто креативный ход. Ребята просто последовали тенденциям, да, то есть это модно, все сейчас в Ютюбе. Вот опять давайте задумаемся, да, насколько нам нужно идти за тем, что модным Ютюбом. Ну, ты знаешь, это гораздо лучше, чем курить наркотики и пить водку в пределах этого же вуза. Я согласен полностью, но, может быть, есть что-то еще лучше, чем и первое, и второе. А это же ваша работа, ваша задача предлагать. Как раз таки... Вот что вы предлагаете, чем заниматься студентом? Как раз таки в КарГТУ, я считаю, есть чем заниматься студентом. Там прекрасная материально-техническая база. Там есть аппараты, которые на сегодняшний день на молекулярном уровне могут студентом, магистрант рассматривать металлы, различные сплавы, моделировать различные сплавы. И в этом плане, я считаю, что, конечно, не должно быть никаких препятствий для молодого человека, для гражданина размахивать кулаками. Кроме как кончик чужого носа. Мы говорим о глобализации, да, и об интеграции, и при этом вы не хотите, чтобы мы следовали моде. Если бы я была студентом, возможно, я бы тоже танцевала Гарлем Шейк, да? То есть просто потому, что это весело, это весело. Неважно, какие бы это были телодвижения, но это просто интересно. Это же, ребята, понимаешь, взяли камеру, смонтировали. То есть это же такой творческий процесс. Ну, слушай, например, сколько было снято Гарлем Шейков в Казахстане студенческим сообществом? Я думаю, около не менее 50, да? Может, больше. Из них, я это сразу, в самом начале, когда проанализировал все Гарлем Шейки, которые в Казахстане были сняты, из них мне больше всего понравился Гарлем Шейк, который сняли КБТУшники. В этом университете люди осознают, насколько, а может быть, это произошло так, неосознанно, да? Но люди сняли, как бы, не наступая на чьи-либо чужие права, в том числе на общие права. Не наступая, как бы, сняли Гарлем Шейк весело. Причем там народу побольше было. И в плане креатива там тоже было все в порядке. Но если бы мы говорили сейчас о том, что мы предлагаем молодежи, то сейчас принята концепция государственной молодежной политики до 2020 года. Там есть, по сравнению с предыдущей концепцией, такие вещи, как вызовы современности. И первый вызов, который мы для себя определили, это как раз таки давление глобальных тенденций на наши традиционные вещи, на наши традиционные ценности, на наши традиции, на нашу культуру в целом. Каким образом вы собираетесь это внедрять? Мы внедрять не собираемся, мы хотим это предлагать, предлагать молодым людям. Я думаю, что государство, если оно, скажем, дает руку помощи молодежи, а сейчас по любой программе посмотрите, будь то занятость, молодежная практика, дорожная карта бизнеса, отдельные направления, именно которые помогают молодым людям, в том числе в сельской местности. Любую программу взять, есть какое-то ответвление, там, сельскую молодежь возьмем, село в целом, да, там, с дипломом в село и так далее, можно продолжать. В каждом направлении для молодежи предусматривается какое-то, ну, скажем, участие, да, вот нам нужно расширять это участие. И, в первую очередь, через что? Через то, чтобы человек был замотивирован. Нурлан, ну, ты, наверное, больше других знаешь, в чем нуждается сегодня молодежь. Вот по пунктам, да? Вот первое. Молодежь во все времена нуждается в грамотной, эффективной социализации. То есть, это когда молодой человек из ребенка, подростка, юноши, девушки превращается во взрослого гражданина. Взрослый гражданин – это не человек, который получил паспорт, да? А взрослый гражданин – это человек, который уверенно стоит на земле, уверенно знает себе цену, благодаря тем компетенциям, благодаря тому опыту, который он собрал, благодаря тем умениям, которыми он уникален и благодаря которому он всегда заработает себе на жизнь. Если такой гражданин сформировался благодаря политике в Казахстане, то это уже успех. Мне кажется, что в первую очередь наша молодежь нуждается в хорошем образовании, бесплатном образовании, чтобы каждый выпускник школы, чтобы у него была возможность получить высшее образование. Второе – трудоустройство и третье – жилье. То есть, у нас же нет этих условий сейчас? У нас этих условий более чем предостаточно. То есть, если ты провалил ЕНТ, у тебя нет высшего образования. А провалить ЕНТ очень легко. Динара, вот сейчас у нас не так давно, получается, упорядочили полностью трудовую миграцию, ряд норм ввели в различные законодательные акты. И мы как бы говорим, что вот у нас какая-то ниша, она предусмотрена преимущественно для неграждан, которые приезжают сюда для того, чтобы заработать денег и отправить их к своей семье. Таким образом, несколько миллиардов в год приходят в Кыргызстан, приходят в Таджикистан, в Узбекистан. Это люди, которые не смогли найти работу у себя, не смогли никакую работу найти и готовы ехать за рубеж для того, чтобы хоть какую-то работу найти. У нас ситуация наоборот, обратная. У нас у людей есть много возможностей начать работать, но человек ощущает, что он стоит намного дороже. Это работа, которая ему предлагается государством, бизнесом, считается, ну скажем, не для него, да, то есть завышенные какие-то ожидания в отношении своего будущего. И нам нужно и с этим тоже в молодежной среде очень хорошенько поработать, потому что если у нас дальше это будет продолжаться, то завтра все деньги, которые могли бы заработать мы, будут зарабатывать другие люди. Но для этого нужно создавать условия, чтобы те же самые, да, кто вот провалил ЕНТ, да, чтобы они могли вместо тех же самых узбеков пойти работать, заниматься строительными работами, да. То есть, ну они же должны где-то этому обучиться. Вот сейчас, сейчас же как раз, сейчас как раз таки вот создали, есть специальная организация, акционерное общество Каспкор называется. Оно будет управлять четырьмя колледжами мирового уровня. Первый колледж уже запущен в Атрау. В Атрау. Да, сто человек. Из них многие те, кто получил высшее образование в различных карликовых вузах и с дипломом теперь они, с высшим образованием, безработными ходили. Они идут туда учиться в течение трех лет. Первый год это фаундейшн, английский язык. Вторые два года это получение рабочей специальности. После того, как ты получаешь рабочую специальность, ты идешь и замещаешь тех высокооплачиваемых иностранных рабочих. Такие не высокооплачиваемые. Нет, мы сейчас говорим о тех, кто заезжает сюда, в страну по квоте. Они получают, ну скажем, зарплату на порядок выше, чем наши рабочие, потому что они сертифицированы, квалифицированы. У них именно высокий уровень, скажем, подготовки, работы именно с этим инструментом. И здесь наша задача, конечно, вытеснить в начале вот этих квалифицированных кадров. Позже, я думаю, с открытием других колледжей эта ситуация постепенно будет меняться. Сейчас нет ни в одной стране, я во всяком случае не слышал, кроме Казахстана, чтобы человек после школы, после колледжа, после вуза, он не нашел работу, он может прийти по программе занятости, получить новую специальность, за это время, пока он будет учиться, он будет получать стипендии с гарантированным трудоустройством. Гарантированно. То есть человек, получив специальность, он придет, и у него будет рабочее место. Все. Что? О какой безработице еще может идти речь? Не знаю, я знаю стольких людей, кто закончил вуз, кто с высшим образованием, кто закончил вузы в Англии, кто приезжают, и все ждут. Они ждут, когда их приглашают. Ну ладно, я скажу, у меня есть сестренка даже, которая закончила вуз в Англии, она год не могла устроиться на работу. В первую очередь, чего не хватает нашей молодежи, вот о чем ты в начале программы спросила, это информация. Информация. А это не ваша задача информировать? Это наша задача, и мы этим сейчас тоже занимаемся. Ну вот давай.